Здравствуйте! С вами снова Александр. И я хочу рассказать вам сегодня о новом для меня лично бренде автокресел. Это японский бренд. Вы по предыдущим роликам, где я рассказываю о кресле Carme, тоже японском бренде, поняли, что я люблю очень японские кресла. Они действительно очень интересные. Бренд называется Takata. Модель называется Maxi. Вот, собственно, это кресло. Чем это кресло интересно? Это кресло очень много интересных фишек в себя включает. Я о них вам сейчас расскажу. Вообще, технические характеристики в двух словах. Оно с 15 кг до 36 кг. Это с 3 лет до 12 лет. То бишь, купили и забыли. Что касается безопасности сразу. Это кресло получило хорошие оценки на Adake. Поэтому смело можно доверять ребенку. У них используется очень навороченная система, запатентованная защитой головы и шеи ребенка. Здесь очень хорошо защищена голова. Это очень круто. Кстати, это кресло и по дизайну получило награду в 2016 году. Что касается материалов, вообще используемых в кресле. На мой взгляд, вообще это первое кресло в моем опыте, скажем так, немалом в этой индустрии. Кресло используют ткани первого класса. Они нетоксичны, гипоаллергенны и очень-очень качественный материал. Как заявляет производитель, это высший класс ткани. На ощупь приятная, нормальная ткань. Не знаю, в чем именно этот класс заключается. Но ткань действительно классная. Качественно все вообще без вопросов. Так, давайте теперь перейдем к самому креслу. Что оно из себя представляет? Что касается комфорта ребенка. Хочу обратить ваше внимание на подлокотники. Подлокотники здесь отбиты вот этим материалом. И обычно бывает небольшой слой какого-то мягкого наполнителя. Дальше пластик, пенопласт. А здесь именно мягкий материал. Действительно очень большой ход. Вот смотрите. Вот придите, пощупайте многие кресла во многих немецких брендах. Вот такого нет абсолютно. Поэтому я и люблю японские кресла. У них свои фишечки очень интересные. Я к тому, что комфорт ребенка здесь замечательный. Мягкие, хорошие подлокотники. Куча места. Естественно, все это дело растет в ширину и в высоту. Здесь, кстати, вот буквами обозначается высота подголовника и вообще всей спинки. Вот, кстати, здесь еще используется, что мне нравится, система, когда вы засовываете сюда ремень, срабатывает сразу же блокировочка, которая не дает ремню выскочить обратно. Это действительно очень круто и удобно. Практически во всех этих креслах есть подобная вещь. Но там просто вы засунули, крючочек такой, и его просто физически тяжело обратно вылезти. А здесь именно блокировочка такая. И это облегчает реально как раз и все. Саму установку ремня туда. Так, давайте теперь посмотрим, как это кресло у нас крепится. Кресло у нас оборудовано системой Isofix. Вот, собственно, сам Isofix. Нажимаем кнопочку, освобождается зажим. Высовываем Isofix. После чего устанавливаем. Устанавливаем до щелчка. Все элементарно просто. Вот, у кресла есть свободный ход спинки. То бишь, оно может принять положение спинки автомобильного сидения. Чтобы небольшой наклон реализовать для ребенка. Сам ребенок, естественно, в этой группе уже нет пятиточечных ремней. Поэтому все просто. Установили. И пропускаем ремень через подголовник. Через тот интересный, качественный направляющий. Все, поставили, едем дальше. Вообще никаких заморочек. Так, само кресло, кстати, тоже не тяжелое. Оно весит около 6 килограмм. Точные характеристики и цену, наличие. Все я скину в описании. Ссылку на магазин Мир Автокресел. Причем большое спасибо магазину за то, что предоставили на обзор эту модельку. Вот, ссылка внизу. Проходите, заказывайте. В день доставки, в принципе, и привезут. В день заказа, пардон, вам и привезут. Так, собственно, по креслу. Еще одну фишечку хочу вам интересную рассказать. Давайте я сейчас отстегну от изофикса. Это кресло можно даже с легкостью взять с собой, если вы едете куда-то, летите там на месяц на тот же Кипр отдохнуть. Там будете арендовать для себя машину, ребенок с вами. И хотите взять с собой кресло. Чтобы это кресло с удобством перевести, здесь есть интересная фишечка. Поднимаем вот так вот обивочку. Тут кнопочка. Опа. И вот, смотрите. Вот такой системы я еще нигде не видел. Очень круто реализована. Поэтому в какой-нибудь прочный, нормальный чемоданчик можно это дело все упаковать. Так, в принципе, по креслу мне, я не знаю, что еще добавить. Просто скажу вам свое мнение. По безопасности отличный вариант. По комфорту, не знаю, боюсь громко сказать, но, по-моему, лучший вариант, что я видел. Но мне лично очень нравится это кресло. По посадке, по мягкости, по материалам. Тем более, первоклассный материал. Вот. Очень люблю японцев. Очень доверяю японцам. Мне очень нравятся такие кресла. Всегда что-то новое, что-то необычное. Да и, собственно, как весь народ японский. Необычный. Вот. Поэтому очень рекомендую обратить на него внимание. Кресло, конечно же, оно в топе. Как по безопасности, по всем, так и в цене. Не дешевое кресло, но очень-очень хорошее. Безопасность наших детей стоит кучу денег. Поэтому придется, к сожалению, придется покупать и не дешево. Но зато берете сразу лучшее для ребенка. Поэтому смело рекомендую. И в заключение, если это видео вам было полезно, интересно, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал. Это очень помогает мне делать для вас новые качественные обзоры. И спасибо миру автокресел за то, что дали на обзор это чудесное автокресло. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора автокресла для вашего ребенка. И удачи вам. До свидания. Продолжение следует...